всем привет сегодняшний видео урок посвящен одной из очень важных проблем с которой сталкиваются начинающие вокалисты это проблема зажимов вообще зажимы конечно тема многообразная очень охватить ее в одном ролике нереально поэтому мы с вами сосредоточимся на одном из наиболее распространенных видов зажимов это зажим нижней челюсти зажим нижней челюсти возникает довольно часто и мешает петь прежде всего на переходе и выше перехода он также отрицательно влияет на дикцию дикция резко ухудшается борьба с этим зажимом сводится к тому чтобы научиться выходить на переход и преодолевать переход без помощи вот мышц находящихся под челюстью и так далее в основном конечно это вот жевательные мышцы подъязычные чаще всего именно они напрягаются именно они зажимаются с зажимом челюсти непосредственно связан и зажим языка зажим корня языка это не позволяет сформировать оптимальный ротоглоточный рупор соответственно не достигается резонанс кпд голоса падает вы не можете долго петь в определенной тесситуре то есть с этим необходимо бороться вот сегодня наш ролик этому и будет посвящен я покажу несколько простых довольно упражнений которые можно выполнять для того чтобы постепенно от этого зажима избавиться важно понимать что эти упражнения нужно выполнять вплоть до достижения вот тех нот на которых вам становится уже трудно то есть когда вы чувствуете что челюсть начинает подключаться надо постепенно этот потолок где через подключается его надо сдвигать вверх необходим постоянный мониторинг состояния вот этих мышц челюсти вот которые здесь чтобы они не помогали вам смыкать связки удерживать смыкание не помогали вам бороться с избыточным подсвязочным давлением для этого естественно необходимо правильно дышать тогда эти мышцы постепенно отучиться напрягаться зажиматься будут работать примерно так же как в разговоре итак давайте начнем первое упражнение мы его с вами будем выполнять на простой гамме точнее это будет не гамма а трезвучие которое звучать будет так обычное мажорное трезвучие вы будете по полтона подниматься вверх пока не достигнете той ноты где у вас начинается вот зажим челюсти выполнять мы будем на различные гласные но начинаем с а начинаем и выполняется это упражнение таким звуком то есть вы поете ла 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 и при этом челюстью как бы шевелить вниз вверх вниз вверх независимо от звука при этом качество звука его отзыв голове не должны никак меняться я сейчас покажу итак начинаем под до лала 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 вы поете а и при этом на каждой ноте вы через поднимаете опускать и делаете это максимально свободно и расслаблено то То есть вы поете именно ла-ла-ла-ла-ла-ла. Не ла-и. И не надо делать. Именно сохраняете а, но челюстью вот эти движения делаете. Свободные. Поднимаетесь вверх. и так далее поднимаетесь вплоть до той ноты на которой вы чувствуете уже зажим в этой челюсти пускайтесь вниз и повторяйте вот это упражнение несколько раз второе упражнение она аналогично первому разница заключается в гамме то есть первое упражнение у нас было трезвучие сейчас это будет мажорная гамма вы идете по мажорной гамме достаточно взять 5 нот и поете это упражнение так ла 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 то есть просто щелкаете челюстью свободно максимально расслабленно открывая горло все по возможности расслабляя и можно дополнительно пальцем вот эти мышцы мониторить контролировать не напряглись ли они и так далее поднимайтесь вверх пока не почувствуете не свободу в этом случае начинаете опускаться вниз повторяете упражнения несколько раз упражнения которые мы с вами сейчас рассмотрели первое и второе их необходимо делать не только на гласный а но и на других гласных например на о ну на гласный о упражнение первое будет звучать вот так когда вы выполняете вот эти упражнения можете также дополнительно контролировать положение гортани по кадыку ну положение гортани должно быть ниже разговорного в принципе по меньшей мере один палец должен вылезать вот между кадыком и нижней челюстью и причем вы сразу почувствуете когда гортань начинает задираться когда их будет упираться вас палец этого не должно происходить независимо от высоты то есть вы должны так управлять дыханием управлять голосовым аппаратом чтобы ваша гортань не задиралась была стабильной было ставим излишнее опускание гортани но тоже не нужно с тем чтобы ваш звук не заглубился то есть необходимо и звонкость сохраняйте в то же время и низкие частоты вот то есть выполняете на о на примерно таким образом выполняете на у точно также просто челюсть опускаете поднимаете опускаете поднимаете контролируете мониторите чтобы она была расслаблена и при этом качество звука не менялась чтобы вот звук вот звук находился вот примерно на таком уровне и все время на одной горизонтали на плоскости то есть никуда не прыгал не падал в горло ни в коем случае вот не глубить не терять вот эту звонкость вот эти упражнения в течение ну 20 минут получаса можно потихоньку выполнять следующее упражнение назовем его упражнение 3 она выполняется не с поперечными движениями челюсти а с продольным с горизонтальными можно начать с трезвучия и затем грамму как в первом и втором упражнении но если брать трезвучия то это упражнение выполняется так то есть вы шевелите челюсти из стороны в стороны без напряжения старайтесь делать это легко и желательно чтобы вот движение челюсти никак не согласовывались с ритмом того упражнение которое выполнять не надо это неправильно это еще один вид зажима вы так наработаете именно надо чтоб не синхронно был следите за тем чтобы не терялся отзыв то есть позиционно звук должен быть в одном месте идите до той высоты на которой вы еще чувствуете комфорт как только вы чувствуете что здесь начался зажим сразу бросайте опускайтесь вниз и так постепенно постепенно шаг за шагом наращивайте по высоте это упражнение двигайтесь выше значит на гамму можно делать тоже это упражнение но оно будет немножко по-другому звучать а именно вот так контролируем положение гортани и так далее то же самое обязательно делать на другие гласные например или ла или И так далее Это упражнение также надо поделать и на гласной И Тоже из стороны в сторону шевелите и гласную и поете Вот первое и второе упражнение на гласной И, к сожалению, у вас не получится сделать Потому что сама по себе гласная И, она предполагает, что челюсть в фиксированном положении То есть в таком замкнутом То есть там это будет проблематично Но первое и второе упражнение на всех гласных, кроме И, выполняете Цель выполнения всех этих упражнений заключается в том, чтобы вы отучили челюсть включаться в формирование звука Это не задача челюсти Задача челюсти дикция А дикция должна быть отделена от рупора То есть дикция у вас здесь А формирование гласных, это все Этим занимается ваш ротоглоточный рупор То есть вы должны отделить одно от другого Ну и вот челюсть, это один из элементов, который необходимо отделить от формирования звука Она не должна помогать в смыкании, в удержании смыкания насильственном Она не должна мешать таким образом Вот цель этих упражнений То есть вы, двигая челюсть, постоянно ее, как бы, в кавычках, отвлекаете От того, что она стремится помочь вам смыкать связки Естественно, надо двигаться вверх постепенно, не спеша Если вы будете форсированы идти вверх То ничего от этих упражнений вы не получите Да, собственно, сами упражнения у вас не получатся Вы не сможете свободно двигать челюсть То есть нужно вот в ходе выполнения этих упражнений По полтона подниматься Следя вот за состоянием, за напряжением челюсти Прежде всего вот в этой части Вот, пожалуй, все, что я хотел на сегодня вам рассказать Попробуйте эти упражнения выполнять Слишком высоко на них не залезайте Как почувствовали дискомфорт Сразу идите вниз Постепенно челюсть будет освобождаться Расслабляться Вы сможете брать достаточно высокую тесситуру Ноты без участия челюсти Соответственно, у вас дикция будет улучшаться Свобода будет увеличиваться Ну и так далее То есть постепенно все это будет нормализовываться Ну, на этом все Не забывайте смотреть видеоролики Пишите, что вас интересует еще Какие вопросы надо рассмотреть Ну, я обязательно все ваши пожелания буду учитывать Пока